Здарова, ребят! Чё, фейнлокатчики вообще ещё здесь? Все уже разбежались. Сейчас хочу монтирую небольшой тизер. Мне понадобилось сделать из длинного трека короткий трек. И я заодно хотел рассказать тебе, как это делается. Потому что недавно кто-то у меня спрашивал, как сделать из длинного трека короткий трек. И при этом не потеряв его суть, его подачу. И при этом, чтобы песня оставалась целостной. Если у тебя там какой-нибудь инстаграм рилс или какой-то шор, какой-то сториз. И тебе нужно использовать вместо трех с половиной минутного трека всего там 30 секунд или 45 секунд. Как-то часто бывает. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что вот у нас есть какой-то некий песня, которую давайте перетянем вот сюда на тайм-линию. И она длится 2 минуты 30 секунд. А мне нужно сделать из этого 45 секунд, например. Или 35, сколько там получится, но общем, до минуты. Старый дедовский метод. Короче, сперва нужно отслушать весь трек и понять, где начинается сильная доля, где начинается слабая доля и всё такое. Здесь вот в данном случае очень длинное вступление у песни, которое мне не очень устраивает и которое мне, скорее всего, не нужно будет в видео. Поэтому я сразу же перехожу куда-то к вступлению сильной части. Вот здесь мы видим, что начинается уже какой-то движ, потому что вейформа. Кстати говоря, вот здесь нужно сделать, поставить вот такую штуку для работы с аудио, где будет отображено только аудио, короче, форма. Вот это вейформа. Даже если, говоря, у тебя здесь будет видеоклип, то у тебя вместо видео будет отображена только его звуковая дорожка. Короче, удобно, всё хорошо видно. Здесь можно даже сделать ещё поболя, чтобы были ещё больше видны вот эти вот пики. Смотрим, что здесь начинается. Какое-то вступление. Но отсюда резать тупо. Прослушаем немножко дальше, что будет. Я бы резанул прям либо вот отсюда, откуда-нибудь, где она говорит, I feel you rise, либо где-то вот здесь. Где начинается сильная доля. И сразу же идут барабаны. То есть из всего трека, чтобы ты понимал, мне хочется взять вот эту вот часть, где прям красный идёт перегруз, где, скорее всего, есть барабаны. Но я это об этом уже знаю, потому что я его прослушал. И закончить его обязательно оригинальной частью песни. То есть, чтобы был вот такой спад. Для этого мне нужно использовать по-любому вот эту часть. И сейчас мы её будем резать. Короче, смело вот здесь отрезаем. Command-B, отрезали. Чтобы было удобнее работать со звуковой дорожкой, я здесь добавлю Gap. Option-W. Сейчас поясню, зачем. Я не могу допустить, чтобы у меня здесь сразу же так сход начинался трек. Поэтому где-то вот здесь, где я выделил вот этот Gap, здесь будет либо какой-то интершум. И чтобы у нас нормально вошёл трек, я использую... Вот у меня есть папка Cinematic Impact для того, чтобы был такой некий взрыв в песню, да? Врывающийся. Посмотрите, как он звучит. Отлично подойдёт для начала трека, потому что есть вот такой вот звук. И удар, да, импакт, хит. И вот уже трек принимает, как будто бы уже есть начало. Но мне здесь хочется добавить интершум, потому что у меня будет кадр с морем. Сейчас покажу, какой. Скорее всего, вступительный шот у меня будет вот такой с морем. Зимние шоты снимал не я, не обращаю внимания. И здесь для того, чтобы было вступление, я добавлю интершум океана. Вот он у меня здесь уже есть. Кстати говоря, все эти интершумы есть в библиотеке Final Cut, вот здесь в Sound Effect. Если ты знаешь, как у тебя правильно называется какой-то шум, так и называешь его, прям набираешь здесь океан. Вот, я его, по-моему, прямо отсюда и взял, да? Здесь есть с чайками, без чаек, с сильным ветром, со слабым ветром. Ну, короче, не важно. Теперь наша задача очень грамотно отрезать вот эту часть и вставить вот эту концовку. Для этого я отслушал весь трек. Вот здесь есть такое, как бы, вступление в пес... Не вступление, вернее, а начало мощного замеса. Так это можно назвать. Я его прям сильно расширяю. И здесь ставлю Mark, буквой M, для того, чтобы здесь потом резануть. Интершум я пока заглушу, буквой V. И теперь такое же вступление я буду искать в конце, где оно у нас есть. Оно по-любому в песнях всегда бывает, потому что все треки всегда одинаковые. И оно 100% будет здесь. И вот его сразу же видно. Возможно, это оно, вот оно, а возможно и нет. Слушаем трек. Вот что-то есть похожее здесь. Поставим Mark здесь, на всякий случай. Еще разок послушаем этот момент. Да, очень похож на этот момент. Давай режем здесь. Переносим эту часть вот сюда, к маркеру. Совмещаем два Mark, вот так. Режем здесь, сверху трек. Выделяем V, заглушаем его. И смотрим, что получается. И вот уже вполне слитно. Можно еще чуть-чуть доработать. Расширяем, чтобы было прям вообще. Вот так получше. Да, один фрейм можно было здесь подрезать. В правую сторону. И здесь чуть-чуть, короче, подсоединить. И вот уже у нас трек целостный. Эту часть можно смело уже удалить. Удалилась она вместе. Тогда просто переместим вот это наверх. И вот у нас уже от трека осталось 50 секунд. Но с вот этой волнообразной штукой. Она нам, кстати говоря, тоже не нужна. Здесь уже теперь можно его весь выделить. Option-Command вверх нажать для того, чтобы сместить его под низ. И убрать вот эту величину здоровенную. Она мне уже не нужна, потому что сейчас я сверху буду уже работать с клипами. Гэп можно тоже подтянуть, чтобы он не мешал, чтобы тайм-линия сохраняла свою магнитность. Потому что здесь буду накидывать клипы. И в конце здесь я просто обрежу. В зависимости от того, сколько секунд мне нужно. Мне понадобится примерно 40 секунд. Можно сделать так, а можно сделать еще по-другому. То есть убрать вот это заглушение. И я уже как-то раз у себя в видео показывал этот метод. Shift-H. Это Hold. И сюда, в этот промежуток, добавим такой эффект, который называется Cathedral. Он в Audio. Вот так его сюда перекидываем. И он нам даст на вот этом участке Hold такое эхо. Эффект реверберации, который длится буквально несколько секунд. Настолько, насколько мы растянем вот этот участок Hold. И для того, чтобы его грамотно применить, я где-то здесь ставлю скиммер. Захожу в настройки Audio. Вот наш эффект Cathedral. Убираю его здесь полностью. Ставлю ключевую точку, сдвигаю скиммер до момента, где начинается холд. Увеличиваю amount, это примерно на 80%. Тогда он будет входить в плавность. Плавный. То есть весь трек у нас не будет применен, эффект Cathedral ко всему треку. А будет применен только вот к этому участку. И здесь можно чуть-чуть подглушить. Таким образом, я здесь могу интершум не использовать и не перевязываться к нему. А у меня будет просто один трек. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Вот у нас из трека из двух с половиной минут получилось 40 секунд. Я мог его сделать 30 секунд. Мог его сделать минуту. Сколько нужно. Потому что в песне всегда есть участки, которые можно соединить с началом и с концом. Это очень удобно. Все песни практически одинаковые. Тем более, вот такие вот эпичные. У них везде там в начале и в конце инструменты одинаковые. Только в конце они усиливаются. В начале они не такие сильные. Ну что ж, надеюсь, было тебе полезно и интересно. Все так же интересно, как и раньше. Давай там больше монтируй, больше снимай. Если что, пиши, обращайся в телеграм-канал, задавай вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok